Всем привет! С вами снова Илья. Это прогноз криптовалютного рынка на 18 сентября. Всех поздравляю с начала новой недели. Давайте посмотрим, что у нас подготовил на нее рынок. И помимо BTC сегодня также взял несколько альтов, еще помимо тех, по которым у нас были трейды на прошлой неделе. Давайте начинать будем с биткоина и предлагаю разбор с краткосрочной перспективы здесь сделать. Что у нас происходит? Ну, прежде всего, BTC за конец прошлой недели, за выходные особой волатильности не показал. Однако, сразу после обзора неплохой рост. Вышел он за уровень 26 тысяч 400, 26 тысяч 850. У него был такой мини-рекорд и в итоге вот такая вот консолидация. В целом она мне нравится. Объясню почему. Здесь, как мы с вами знаем, если цену сразу после того, как она перебила какой-то хай, не сильно задавливают, то это уже само по себе можно считать достаточно обычным признаком. По крайней мере, так сложилось за последние, ну, много месяцев по BTC. Потому что, как правило, он движется в такой очень ограниченной волатильности. И эта волатильность, она вспыхивает лишь после пересечения каких-то лоев или хайов. И после того, как этот хай или лоу новый устанавливается, цена в течение такого ограниченного периода времени, ну, достаточно быстро, идет в противоположном направлении. Это, в принципе, было практически везде. Здесь же мы видим, что после того, как цена такой хай установила, она лишь немного подкорректировалась. По сути, лишь вышла на такой глубокий ретест. И после чего мы видим, что консолидация у нас дальше продолжилась. И ближе к верхней границе у нас цена удерживается. Причем такую своеобразную зону поддержки тоже сформировала около 26400 долларов. Поэтому, как я уже сказал, само по себе это можно назвать бычьим признаком и, скажем так, намного большим бычьим признаком, чем мы видели, ну, в большинстве случаев до этого. Также, если мы взглянем на такую более глобальную картину, то мы, как мы уже, вы поняли, увидим вот этот вот лой, который у нас цена сформировала потом довольно сильное ускорение, фактически V-образный разворот. И далее вот такое вот зависание. И если вам это что-то напоминает, то вам не показалось. То же самое мы видели вот здесь в мае-июне этого года, когда цена также практически здесь у нас ходила, после чего сформировала такой вот новый лоу. Причем по тем же ценам около 25000 долларов, после чего такой вот рост, такая же консолидация. Причем на тех же, собственно, отметках, после чего такое вот ускорение. Ну, именно полагать, наверное, что будет полное повторение. Но, как я уже сказал, при таком рынке нам, ну, на мой взгляд, этого более чем достаточно. В среднем будет как для среднесрочных лонгов, так и для краткосрочных каких-то идей. В связи с чем тут сохраняю позицию своего предыдущего видео, мне кажется, что и в такой средний срок, где физ-долгосрок здесь можно поторговать за счет благоприятного соотношения прибыли к рискам. Но это все мероприятие было еще на 26400 и 300-400. И здесь расчет, опять же, на возможное продолжение вот этого вот большого бокового движения. И как раз-таки благоприятное соотношение прибыли к рискам здесь возникает за счет того, что цели у нас лежат около 31, а стопы могут лежать около 25, ну, или, возможно, даже немного повыше с учетом, как бы, текущей вот такой вот консолидации, я бы сказал, что там за 25500-25800 их можно спрятать. И, в принципе, это будет уже, ну, достаточным количеством и соотношение прибыли к рискам очень неплохое. Вот, ну, и краткосрочно, в принципе, ситуация аналогичная. То есть мы здесь смотрим уже такой часовой график. Видим, что сегодня немного рынок подбодрился, немного подрос от вот этой вот зоны поддержки. Не знаю, сколько продолжится вот эта вот вся консолидация. Очень сложно сказать, но в краткосрок здесь, опять же, ну, или нужно было действовать в время предыдущего видео, или второй вариант здесь посмотреть на, возможно, какое-то очередное движение залой. В данном случае, ну, 26300, либо вот за этот, это 26200. Но почему-то мне кажется, что если пойдем за лой, то скорее за лоу, наверное, лой, так не говорят. Вот, за лоу, то, скорее всего, это будет 26300 почему-то, потому что именно отсюда вот этот вот старт произошел. Это больше выглядит как такой глубокий ретест, и за глубокий ретест реже ходят. Поэтому учтите это при формировании каких-то точек входа. Теперь, значит, идем дальше. Следующая монета у нас это Tron. Я не хочу рассматривать Ripple, по нему ничего не изменилось. Мой подход до сих пор тот же самый. Здесь, ну, я, по крайней мере, не вижу, что получает какое-то развитие у нас, рост. И, скорее, здесь возможно, все-таки более глубокое снижение. Ну, или невозможно, но так или иначе, по текущим ценам мне Ripple не очень нравится в лонг здесь добавлять. Теперь перейдем к Tron. Тут еще небольшой такой виточек роста он продемонстрировал. Сейчас уже 84 цента. Ну, прирост есть, опять же, около 8%. Но до сих пор мне не кажется, что это, а, предел, и, б, то, ради чего мы такой риск принимали. Ну, как риск. В принципе, риском это, безусловно, можно назвать. Но, в любом случае, мне кажется, что здесь потенциал роста как бы еще присутствует. И я бы просто хотел еще поддержать этот трейд. Наверное, мне бы хотелось увидеть хотя бы 9 центов и там уже задумываться над тем, чтобы остаток закрывать. Если мы говорим про, как бы, частичную фиксацию, то идея здравая. Я думаю, что процентов 30 можно зафиксировать, остаток принести без убыток и жить спокойно. Без убыток, ну, у всех разные точки входа. Я всегда беру ее на момент выхода обзора. То есть, это у нас где-то около 7, ну, в общем, 7-8-6 примерно. Это как раз вот та зона, где был вход. Вот. Здесь добавить больше нечего. Тон радует пока больше всех. Да, хороший рост. Хорошая точка входа. Практически без риска. Мы здесь зашли. Около 50% он с того момента уже прибавил. И с момента предыдущего обзора он тоже пробил 2 доллара и ушел дальше. И здесь тоже аппетит, да, во время еды приходит. Мне кажется, что еще можно поддержать. Даже несмотря на то, что он уже неплохо подрос. Если мы говорим о том, что основная цель была здесь, и мы должны были закрывать 50 или, возможно, даже больше процентов на текущий момент времени, то есть, когда мы увидели еще один импульс и еще одно торможение, я бы сказал, что должно быть закрыто 70-80% сделки. И 20% я добавлял, оставлял бы на еще более смелые цели. Сегодня, кстати, ну, по крайней мере, лично у меня в Телеграме заработал валет. И там вроде стало доступно это всем мероприятие. Поэтому, скажем так, на таком небольшом триггере, безусловно, он уже в цене учтен. Но чуть-чуть, скажем так, это может еще подрасти. Здесь уже проблема больше заключается в том, что даже не в том, что может или не может подрасти, а в том, что мы на себя уже берем более высокий риск, нежели при вот этой благоприятной точке входа. И мы должны решать, да, не лучше ли зафиксировать сейчас вот эти вот там 40-50%, чем рисковать там ради каких-то еще там сверхприбыли. Тем более, что они уже будут не такими высокими. Я бы сказал, что еще процентов 20 вот до этого хая и после трех там уже будет немного проблематично. То есть, если мы и рискуем, то скорее всего рискуем с расчетом на то, что цена из этой вот более широкой консолидации выйдет и уйдет там на 4, 5, 6, 7 и возможно даже будет там топ-2, топ-3 по капитализации. Топ-2 вряд ли, топ-3 тоже вряд ли. Ну, топ-4, топ-5 по капитализации и будем жить долго и счастливо. Возможно ли это? Ну, в целом да. Да, но так, чтобы прям под это брать какую-то большую позицию, я бы сто раз подумал. Но вот оставить то, что есть там каких-то 20% от входа вот этого, возможно. Но, опять же, идея была изначально не инвестиционная, поэтому решать здесь вам. Следующий трейд, который у нас также был, сейчас мы по ним пробежимся, потом к новым перейдем, это BLZ. Здесь, мне кажется, что картина до сих пор очень неплохая. Здесь, если мы посмотрим на часовой график, то тоже поддержки потихоньку перемещаются все выше и выше. И вот это вот все, ну, по крайней мере, как по мне, выглядит тоже неплохо для какого-то дальнейшего роста. И сейчас уже, ну, немного совсем подрос он. И идея здесь, конечно же, заключается в том, что вот эта вот консолидация будет пробита наверх, и мы неплохо улетим там на 23 или, возможно, 24 цента. И сейчас, как бы, ну, по крайней мере, моя идея строится вокруг этого. И я, как бы, такой же настрой сохраняю, мне здесь больше добавить нечего. Главное, помнить про стопы, и все будет хорошо. Последнее, в скобочках нет, значит, монета на сегодня это линк. И тут расклад следующий. Он пошел, к сожалению, сразу в рост, без какого-то заброса вниз. Да, уже 10% прошел. Но, к сожалению, я эту сделку, наверное, пропущу. Если, ну, если уход будет сразу наверх, окей, как бы, пусть он растет. Я здесь цепляться за него не буду. Если же все-таки после вот этого вот роста он еще запрокинет вниз такой вот хвост, то я готов его до сих пор брать. Ну, и следующая монета, значит, это Монеро. Монеро интересно сейчас выглядит. Он, ну, как монета, она довольно долго держится в топе. И, как бы, без каких-то резких падений, без какого-то резкого роста на часовом графике. То есть, вот это вот все мероприятие выглядит неплохо. С намеком на пробой 148 и, как бы, каким-то дальнейшим уходом на дневном графике тоже все выглядит интересно. Как будто бы вот это вот все копится для чего-то большего, да. А не просто для такого вот пшика к верхней границе. Поэтому я здесь к нему присматриваюсь. Пересматриваюсь. Не могу пока, к сожалению, ничего вам сказать по каким-то интересным точкам хода. Потому что нужно смотреть, что будет вот с этим мероприятием. Скажу так. Вообще выглядит побычье, да. Тем более, что с консультацией у нижней границы. Но рынок за последнее время научил нас ему не сильно доверять. И даже такие расклады, они периодически дают как будто бы выход наверх. Но потом только через выход вниз вот такой вот работают. В связи с чем я, как бы, пока не готов точкам хода предоставить. Пока только вижу такую побычью структуру, в которую при удобном случае можно вписаться. Ну и последняя монета на сегодня. Это монета МКР. Расклад здесь следующий. Он в свое время поймал дно около 580. Вот здесь также кинул заброс. Немного подрос. И после того, как вышел за хай. Вот самое главное, да. Зачем мы должны следить. Он выходит за хай. Что будет дальше, да. В итоге у нас снижение. И его поддержали здесь на 1000. В связи с чем я делаю такой очевидный довольно вывод, что покупатели здесь имеют определенную силу. И вот этот вот рост, да, который после этого у нас возникает, вероятнее всего, он закончится выше этого хай. И, наверное, уйдет где-то на 1500-1600. И здесь, естественно, нам нужно смотреть уже, что по потенциальному входу. И какую сделку здесь можно нарисовать. Ну, смотрите, цеплять рынок мне не хочется. По понятным причинам. Брать при, возможно, какой-то коррекции к 1170 или 1150. Возможно, но является пограничной идеей. По крайней мере, потому что не выбивает никакой лой. А как мы знаем, какое-то ускорение движения. Вообще рынок просыпается у нас в последнее время только после того, как один из таких лоев забивает. Поэтому я вижу здесь вариант только посмотреть, что будет при этом перехай. И когда такой перехай случится, взять на лоя уже, который, на перелой, перелой, который у нас сформируется уже, ну, после вот этого вот роста. Поэтому тоже пока в листе ожиданий. Но монета интересная. И мне кажется, что структура, которая здесь формируется глобально, она такая, ну, бычая. И может к чему-то интересному привести. Конец истории на текущий момент времени. Я с вами прощаюсь. Напоминаю, что криптовалютный рынок является рынком с высокими рисками. И ни в коем случае не инвестируйте в то, чтобы не готовы потерять. Всегда формируйте несколько альтернативных точек зрения. С торговым решением принимайте самостоятельно. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего. И пока.